Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Что-то у меня давно не было первого блюда, хотя сегодня готовлю и первое, и второе, все в одном флаконе. Но очень вкусно, очень ароматно и как вы любите, все очень просто. Начинаем готовить? Поехали! Чтобы не пропускать мои новые рецепты, обязательно при подписке, друзья, нажимаем на колокольчик. И тогда вы точно не пропустите новых моих рецептов. На секунду отвлечемся, я хочу, друзья, вас попросить, чтобы вы поддержали очень молодой, интересный канал Европейской Кухни и Европейские Рецепты. Этот канал называется Краус на Кухне. Ссылочку оставлю в описании. Проходите, подписывайтесь и, конечно же, ставьте лайки и комментируйте. В Европейской Кухне очень много своих нюансов, секретов и, конечно же, свой подход. Обязательно, друзья, оставляйте все закладки и, конечно же, сохраняйте такие очень вкусные, интересные, красочные рецепты. Хочу отметить, что этот способ приготовления именно подготовки, приготовления фасоли просто шикарный, друзья. Вначале просто заливаем кипятком, оставляем ровно на 30-40 минут, сливаем воду, хорошенечко промываем 2-3 раза, ставим варить. Такая фасоль варится ровно 40-45 минут. Пока фасоль варится, мы займемся остальными ингредиентами. Нарезаем лук. Лук у меня сегодня синий, можно взять простой репчатый, но я хочу сделать такой, знаете, более красочный, вкусный, густой супчик. Берем удобный лучок, чтобы не порезать ноготки, пальчики и вот таким вот образом нарезаем мелко. Также беру 2 зубчика чеснока, раздавливаю и нарезаем. Чеснок и лук будем обжаривать сразу вместе. Отправил сковородку на плиту, добавляю буквально 2 столовые ложки растительного масла и отправляем жарить и лук, и чеснок. Жарим лук и чеснок буквально 2-3 минуты на среднем огне. Также понадобится стебель сельдерея. Разрезаю вот таким образом пополам. И просто мелко начинаем резать. Через 2 минуты отправляем сельдерей. Жарим все вместе еще минутку. Тем временем нарежем перец болгарский. Разрезаем еще раз пополам. И так же мелко нарезаем. Отправляю перец болгарский. Все жарится на среднем огне. Еще раз хочу напомнить. Вот сейчас начинаются раскрываться все ароматы. Очень вкусные ароматы на самом деле. Очень. Добавляю лепестковую сладкую паприку. Кориандр молотый. Все добавляю по своему вкусу. Вы можете регулировать именно по своему. Для остреньки добавляю перец чили. Буквально чуть-чуть. И обязательно чуть-чуть соли. Фасоль уже почти готова. В самом конце ее солю. Как только овощи начнут мятнуть, добавим еще помидорок через терку. Добавляю буквально 250 миллилитров помидор через терку. У меня есть такая зимняя заготовка. Можно свежие. Летом использую всегда свежие. А в такой период, весна-зима, всегда использую такую заготовочку. Очень вкусная. И, конечно, выручает. Также использую томатную пасту. Тушим еще 3-4 минуты. Огонь чуть-чуть увеличиваю. Выше среднего. Вкуснейшая заправка готова. Отправляем в кастрюлю к фасоли. Обязательно пробуем на вкус. На соль, на перец. Если чего-то не хватает, добавьте. Для такого супчика подходит и петрушечка, и укропчик. Все нарезаю мелко. Аромат стоит на кухне просто шикардос. Очень вкусный аромат. Такой, знаете, чуть-чуть со стринкой. Ну, прям шикарный. Давайте уж насыпем. Дал настояться буквально 5 минут. Думаю, достаточно. Уже нет терпения, хочется покушать. Пробуем. Очень шикарно, очень вкусно. Нет слов. Я прощаюсь с вами ненадолго. До следующего видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...